Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Грятков. И сегодня я хотел поговорить с вами о таком заболевании, как травматический ретикулит. Согласно профессору Коробову, травматический ретикулит – это заболевание, которое характеризуется поражением и перфорацией стенки, сетки, а также других органов ручной полости, острыми металлическими предметами, с последующим развитием снилостных процессов. Этиология. Из нашей практики чаще всего из острых металлических предметов нам попадаются гвозди разного калибра, проволока, металлическая стружка. Из неострых предметов – это болты, гайки. Источником металлических предметов на ферме являются в основном ремонтные работы. Во-первых, это ремонтные работы техники, ремонт в поле, ремонт при заготовке кормов на кормовых ямах, также ремонт при раздаче кормов в помещениях. Также это ремонтные работы в самих помещениях, ремонт поилок, ремонт полов, ремонт крыши, а также другие поточные ремонты. Что касается частного сектора, то чаще всего коровы подхватывают металлические предметы при выпасе в придорожных участках, а также когда проводятся разные ремонтные работы в сарае или во дворе разбрасываются металлические предметы. Отдельно хочется сказать о неметаллических предметах, таких как веревки, бутылки, целлофан, пакеты и разные другие предметы, которые тоже могут попадать, накапливаться в сетки и приводить к дисфункции при жлудке. Патогенез заболеваний. Здесь мы рассмотрим три варианта. Это попадание острых металлических предметов, попадание крупных металлических предметов, а также попадание немедаллических предметов, типа веревки, пакеты и так далее. Попадание острых металлических предметов. В зависимости от того, как расположится предмет в сетке, а также от степени остроты предмета, зависит ему будущее судьба и как он повлияет на развитие заболеваний. Попадая в сетку, острые металлические предметы могут фиксироваться в ее ячейках и таким образом в определенное время оставаться бездействием, не причиняя дальнейшего развития заболевания. Если же эти предметы во время сокращения преджелудков и сетки в частности пробивают стенку сетки, они также могут пробивать крушину, диафрагму, попадать и пробивать сердечную рубашку, перекар, сердце, легкие, печень, селезенку, книжку, а также сычу и другие внутренние органы. Металл пробивая органы паранхиматозные открывает ворота для инфекции, заносится патогенная микрофлора или условно-патогенная микрофлора и начинается воспалительный процесс, как правило гнойно-некротического или гнойно-фибринозного характера, что проявляется соответственно глиническими признаками. Следующий вариант, это если в сетку попадает определенное количество металлических предметов, но не острых, болты, гайки и другие. Когда они попадают в сетку, они могут накапливаться как в полости рубца, так и в полости сетки, причем фиксируясь в ячейках сетки. Когда их достаточное количество накапливается, они могут приводить к кистонии, к кистону. Это проявляется гипотонией, утратой афетита, анорексией, даже может проявляться периодическими кимпаниями. Третий вариант, это попадание неметаллических предметов. Если в полости рубца, а также сетки накапливается большое количество пакетов, бутылок пластиковых, разных веревок или шпагата, оно тоже может приводить к кистонии преджелудков, пирической тимпании, гипотонии, анорексии, причем диагностика очень усложнена. Потому что если для диагностики металлических предметов мы можем использовать зонт, либо металлические ловушки, то здесь, используя металлические ловушки, мы не видим никакого эффекта. А диагноз уже ставится при гибели животного или при дорезе животного. Находят, соответственно, в органах эти материалы, веревки и все такое. Также иногда бывают такие варианты, когда накапливается достаточное количество металлических предметов, но симптоматика никак не проявляется до определенного стресса. Например, это транспортировка животного, также это второй период сухостоя, когда интенсивно растет плод, также это может быть родовспоможение, патологические роды, то есть любые процедуры, которые связаны с смещением внутренних органов. Также это выглядит клинически. Ну, о некоторых симптомах мы уже поговорили, говоря о фотогенезе, а также из основных, которые мы чаще всего видим на практике, это животное, оно выглядит исхудавшим, животные теряют волочную продуктивность, животные тяжело передвигаются, им тяжело ложиться и тяжело вставать. Характерной особенностью вставания является вставание по типу коня, то есть сначала корова поднимается на передние конечности, а дальше поднимает заднюю часть тела. Также животным тяжело идти с горы, когда внутренние органы давят на сетку, они даже могут останавливаться и падать на передние конечности. Естественно, при развитии воспалительного процесса, гнойно-некротического или гнойно-фибринозного, мы видим соответствующие симптомы. Это может быть горячка, это интоксикация, меняется состав крови, а также мочи, если мы проведем соответствующие анализы. Также из нехарактерных дрожь мышц бедра, гипотония преджелудков обычно, если в норме 8-12 сокращений за 5 минут, мы имеем 3-5 или еще меньше сокращений за 5 минут. Но очень часто симптомы могут быть нехарактерными, или достаточно общими, чтобы поставить точный диагноз. В таком случае мы используем специальные функциональные опробы, а также другие методы диагностики. Хотя про это мы поговорим в следующей части нашего ролика, о диагностике и терапии травматического ретикулита. Еще хочется сказать пару слов о том, что очень часто симптоматика отсутствует, но заболевание заканчивается внезапной смертью животного. Как это бывает? Бывают такие случаи, очень часто в нашей практике. Хозяин выгнал корову на пастрище, и тут через несколько часов пастух ему звонит и кричит, твоя корова упала, и нужно ее дорезать. Или она умерла, или ее дорезали. И только уже на бойне находят в сердце, например, гвоздь. Друзья, смотрите у нас следующий ролик, в котором мы рассмотрим детально диагностику, а также терапию с помощью магнитных ловушек и зонтов. Подписывайтесь на канал, ждите за нашими видео и берегите своих животных. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»